Ола амигос, на связи Матвей. Уверен, абсолютно все из вас уже слышали, что у Samsung вышел новый флагманский смартфон серии S21. А точнее, Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Ни один техноблогер не обошёл эти смартфоны стороной, и скорее всего, вы уже видели на них обзор. Но сегодня мы посмотрим на эти смартфоны с другой стороны, как ещё не смотрел никто до меня на ютубе, а конкретнее проверим, какую же производительность показывают новые смартфоны от Samsung в играх. Дабы это проверить, в пример я буду брать очень популярную и производительную для смартфона игру под названием Fortnite. Не спешите закрывать это видео, потому что я вас убеждаю, в этом видео есть на что взглянуть. Samsung в своей новой флагманской линейке Galaxy представили новый инновационный процессор собственного производства. Ну а ещё, как мы знаем, Fortnite и Samsung очень давно тесно сотрудничают, поэтому на этих смартфонах также присутствует великолепная оптимизация данной игры. Теперь на рынке смартфонов 90 FPS Fortnite Mobile поддерживает не только OnePlus 8. Обо всём этом мы поговорим в сегодняшнем видео. Перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти единственный и лучший контент по Fortnite Mobile во всём СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, ну и лучшая поддержка меня, это мой тег автора Motivcar в вашем жде в магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете добавлять скрыны ваших покупок с моим тегом в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующий, ребята, в конце видео. А если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрыны ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Дискорд-сервере. Ссылку на него вы тоже найдёте в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю вам посмотреть, как пойдёт Fortnite, то бишь одна из самых производительных игр на смартфоны, на новых телефонах от Samsung серии S21. Ну и вот, представляю к вашему вниманию смартфон Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Для начала предлагаю пробежаться по основным характеристикам каждого смартфона, ну так, для общего понимания. Сейчас перед вами Galaxy S21, самый маленький смартфон из всех представленных. Начнём, пожалуй, с экрана, потому что я думаю, это главная фишка новых смартфонов. Сам экран покрыт новым инновационным стеклом под названием Gorilla Glass, в принципе, как и на новых айфонах 12-х, но в отличие от айфона, здесь установлен экран с частотой обновления 120 Гц и разрешение 1440 пикселей. Также здесь очень блестящие стальные бока, ну и задняя часть, выполненная из пластика. По классике, здесь установлен под экран и сканер отпечатка пальца. Телефон имеет одну фронтальную камеру и три основных. Сейчас мы как раз-таки про них и поговорим. На внешней части телефона установлено три камеры, а именно, во-первых, основная на 12 мегапикселей, ультраширокоугольная тоже на 12 мегапикселей и телефото на 64 мегапикселя. Как вы можете заметить, максимальное увеличение на фотографии 30х, ну а на видео 12х. Фронтальная камера всего лишь одна, имеет небольшой вырез в центре экрана и имеет разрешение в 10 мегапикселей, ну а также поддерживает широкоугольный формат. Цены на Galaxy S21 вы можете увидеть у себя на экране. Про Galaxy S21 Plus я вам ничего говорить не буду, это точно такой же телефон, как и Galaxy S21, просто побольше. Единственное, что я могу добавить, это то, что у Galaxy S21 Plus емкость аккумулятора больше и составляет 4800 мАч, в то время, как у обычного Galaxy S21 всего лишь 4000. Так что перейдем к самому крутому и навороченному телефону из этой тройки, а именно, к Galaxy S21 Ultra. Начнем с экрана. Здесь он также имеет частоту обновления 120 Гц, но в то время, как у предыдущих смартфонов разрешение экрана всего лишь Full HD+, тут установлен WQHD. Зная, что только что вы ничего не поняли, просто знайте, что у Galaxy S21 Ultra экран лучше, чем у других моделей. Цветопередача получше, что-то типа этого. А еще задняя часть выполнена не из пластика, а из настоящего алюминия. Ну а также тут целых 4 основных камеры, 1 датчик, по типу лидарно только для Самсунга, о которых мы как раз таки сейчас и поговорим. Основная камера имеет разрешение в 108 Мп, ультраширокоугольные в 12 Мп и 2 модуля телефота по 10 Мп. Максимальный зум на фото 100х, ну а на видео 20х. Ну а также Galaxy S21 Ultra имеет емкость аккумулятора аж целых 5000 мАч. Есть одна небольшая фронтальная камера с небольшим вырезом в центре экрана, а ее разрешение составляет целых 40 Мп. Так же как и в других моделях присутствует широкоугольный формат. Так же все новые Самсунги линейки S21 имеют одну очень крутую фишку, которую я вам хочу рассказать. А именно это стабилизация. Привожу пример на ультра версии, но она такая же как и на Galaxy S21, так и на Galaxy S21+. Просто посмотрите, я включаю видео, бью пальцем по телефону достаточно сильно, а телефону абсолютно все равно. При этом, что и на широкоугольном формате, что и на зуме 10х, я бью сильно по телефону пальцем, и ему абсолютно все равно, я его как будто держу в мертвых руках. Теперь смело можно заявить, что Apple далеко уже давно не первый в стабилизации видео на своих смартфонах. Все это конечно круто, но давайте теперь о грустном, а точнее о цене. Сейчас вы можете увидеть цены на Galaxy S21 Ultra, ну а сейчас на Galaxy S21+. Пока мы то и разговаривали, Fortnite уже давно установился, так что предлагаю перейти к самой игре и производительности данных телефонов. Кстати, оцените, насколько здесь узкие рамки. Они в два раза тоньше, чем рамки у айфона. Хотя и сам экран тут немного выпуклый, оцените. И да, чуть не забыл. Ультра версия толще, чем Galaxy S21 и S21+. Ладно, все, давайте наконец-то перейдем к нашей игре. Это далеко не маловажная часть, просто посмотрите, какие здесь настройки есть. 20 фпс, 30 фпс, 45 фпс, 60 фпс и 90 фпс. Да, OnePlus 8 нервно курит в сторонке. Что ж, начнем, пожалуй, с Galaxy S21. Выставил 90 фпс на средних настройках графики и 100% 3D графики. И знаете, чё-то тут 90 фпс даже и не пахло. Вот я лечу в автобусе, у меня минимум 50 фпс, в среднем так 60 фпс. Прыгаю из автобуса и начинается полная жесть. Как-то даже неудобно стало, вроде смартфон крутой, да и настройки 90 фпс есть, но где они? Не знаю, может это потому, что я выставил 100% 3D графики или средние настройки, может быть на низких, или там 50% или 75% 3D графики, были бы тогда быть стабильные 90 фпс. Но пока что есть, то есть. Побегал я, короче, так минут 5 и так и не встретил 90 фпс в игре. Да, как-то получилось достаточно грустно. Зато здесь доступны 60 фпс на эпических настройках графики. Давайте-ка попробуем их выставить и посмотрим, как они себя проявят в нашей игре. Всё же, какой же красивый фортнайт на эпических настройках графики. Как будто играешь в абсолютно другую игру. Вот я лечу в автобусе и в среднем у меня фпс 40, прыгаю из автобуса, понижается до 30, потом опять до 40. Короче, так и живём. Зато эпические настройки графики и игра красивая. Уверен, будет всё стабильно, если выставить эпические настройки графики и 45 фпс. Ну а также, думаю, 90 фпс будут стабильны, если выставить там 75% 3D графики и низкие настройки графики. Ну а пока я продолжаю играть на эпических настройках в 60 фпс на Galaxy S21, хочу вам немного рассказать про процессор и вообще внутренние характеристики данной тройки смартфонов. Все три смартфона оснащены новым инновационным процессором Exynos 2100, производством самих Самсунгов. Galaxy S21 и S21 Plus имеют оперативную память в 8 гигабайт, ну а их модель Ultra имеет целых 16 гигабайт оперативной памяти. Ещё круче. Вообще, в 2017 году Самсунг уже пытались поставить свои смартфоны на их процесс Exynos. Но тогда это не увенчалось успехом, ибо процессоры были очень плохи, поэтому Самсунг вернулись к Snapdragon. Ну а сейчас Самсунг заявляет, что устранили все неполадки с их процессором, и сейчас их Exynos где-то на уровне современных Snapdragon. Ну да, как мы видим, 90 фпс в Фортнайте. В натуре 90 фпс. Ладно, давайте посмотрим, как обстоят дела с игрой на Galaxy S21 Ultra. Я пропущу Galaxy S21 Plus, потому что, по сути, 21 и 21 Plus это один и тот же телефон, просто один больше другого. А так, что процессор, что оперативная память, у них всё одинаковые. Короче, выставляем 90 фпс, средние настройки графики, и идём в катку. Эм, не понял. Где мои 90 фпс? Я просто стою на стартовом острове, смотрю в пол, и их всё равно нет. Боже, это же Galaxy S21 Ultra. Зачем они вообще включили 90 фпс, если они, по сути, не работают? Не, ну, конечно, вдруг там есть 90 фпс, но для этого надо сделать низкие настройки графики, 50% 3D графики и играть в творческий режим. Ну а так, блин, я же просто в паблик зашёл, и даже в пол смотрю, у меня всё равно максимум 50 фпс. Вот, я лечу в боевом автобусе. Где они? В среднем 55 фпс. Вот, я выпрыгнул, всё равно оптимистических прогнозов дать не могу. Иногда мне кажется, что Samsung сделали на своих флагманских смартфонах поддержку 90 фпс в Фортнайте чисто на понтах, потому что, по сути, я их ещё ни разу за игру не наблюдал. Ну, может, мне какой-то бракованный Samsung попался, или просто не мой день, я не знаю, судить вам. Вот, я уже бегаю в колких башнях, и всё равно в среднем у меня где-то фпс 50. Иногда думаю, что даже мой Honor 20 View намного лучше, чем этот Samsung Galaxy S21 Ultra. 5 минут игры, 90 фпс я так и не встретил, в среднем у меня фпс 50. Ладно, давайте посмотрим на другие настройки. Кстати, донат в Fortnite Mobile на Samsung всё же есть. Тут я выставил 60 фпс, эпические настройки графики и 100% 3д графики. Вот реально, на этих настройках у меня фпс столько же, как и на средних настройках в 90 фпс, в среднем 50. Вот, я лечу на боевом автобусе, в среднем у меня фпс 40. Ну, учитывая, что это эпические настройки графики, 100% 3д графики, я думаю, результат хороший. Вон, сейчас практически до 60 подскочили. Прыгаю из автобуса, понижается до 30 фпс, но потом снова становится стабильно 50 фпс. Когда я лечу над локацией, то же самое. Ну и когда я бегаю, у меня тоже в среднем фпс 50. Конечно, иногда проседает до 40, но также часто у меня повышается до 60. Все же, играть с хорошим фпс в фартнайт на эпических настройках графики, при этом все на телефоне, очень кайфово. Жаль, что это умеют только единичные телефоны. Так, думаю, с этим вам все ясно, и теперь, ради эксперимента, мне было интересно поиграть с 45 фпс. Настройка новая, на других андроидах я еще не замечал, так что погнали смотреть. Я поставил 45 фпс на эпических настройках графики и 100% 3д графики. И, честно говоря, пока мне кажется, это лучший вариант настройки. Эпическая графика есть, 100% 3д графика есть, и при этом максимально стабильный 45 фпс тоже есть. Красота никак иначе. На автобусе лечу стабильный 45 фпс. Прыгаю из автобуса, тоже стабильный 45 фпс. Лечу над локацией, и до сих пор мой фпс не падает. Конечно же, бывает колебания плюс-минус 1 фпс, но это не серьезно. Забавно, но оказывается 45 фпс на эпических настройках графики, оказывается намного лучше 60 фпс на эпических настройках графики, и куда уж лучше настройки 90 фпс. Не знаю, как это работает, честно говоря. И я вот тут задумался, почему до сих пор такой настройки нет абсолютно на любых андроид-устройствах. Да, прекрасно понимаю, что 60 фпс паденет не каждый андроид, но хотя бы 45 фпс, это уже куда уж лучше лагающих 30. Плюс к этому 45 фпс куда уж проще оптимизировать к андроиду, чем 60 фпс. Короче, эпики, вам на заметку, делайте 45 фпс на всех ваших андроид-устройствах. А то мы такие бедные, приходится нестабильные какие-то АПК-файлы скачивать. Ну, в принципе, это всё, что я хотел вам рассказать про новую линейку смартфонов от Samsung под названием S21. Пишите в комментариях, нравится ли вам телефон или нет, или может уже какой-нибудь счастливчик смотрит это видео с новенького Samsung, не знаю. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента, уверен, он вам понравился. Ну и мне он тоже понравился, я очень сильно старался над ним, когда я его монтировал, когда я его снимал. Так что, пожалуйста, проявите максимальную активность. Лайк обязательно и подписка, если вы тут впервые. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.